Есть ли у бактерий оплодотворение, метоз, миоз? Нет, конечно. Куда по мере разрастания корневой системы перемещается зона всасывания корня? Она идет вслед за всасыванием, а то есть вслед за зонами роста. Я имею в виду, знаете, что если представить главный корень, вот, надеюсь, вы понимаете, что есть главный корень, да, земля, а вот еще боковые корни идут, да, и они как бы, у них же тоже есть зоны, вот. Главное-то понятно, что все вглубь перемещается. А вот эти вот, по мере роста корня, как тут я задал вопрос, сейчас еще раз прочитаю, куда перемещается по мере разрастания зона всасывания? А вот тут вот где-то, вот здесь вот зона всасывания находится, вот. Вот, они постепенно перемещаются по мере роста. Вот они, я их так, корневые волоски, видите, нарисовал. Короче, знаете, куда они перемещаются? По краям приствольных кругов. Вот здесь есть такое понятие, вокруг ствола есть некие такие приствольные круги. Так я это покажу. Зоны всасывания уже далеко от ствола находятся, понимаете, в чем дело. Поэтому, если вы хотите удобрения класть, надо класть их где-то вот здесь, по краям, где зона всасывания, чтобы они всосались, не прямо в ствол. Там спрашивали, почему садоводы вносят удобрения именно по краям приствольных кругов? А потому что зона всасывания растет и отодвигается от ствола подальше. Это вы первое пишете. И корни, а второе, корни с очень мощной зоной всасывания находятся не рядом со стволом, вот здесь, а вот здесь вот подальше, по краям приствольных кругов. И поэтому там максимально и вода впитывается, вот здесь вот, и поливать тоже могут вот здесь подальше. И удобрения тоже вносить туда. Как грибы усваивают питательные вещества? Как вы можете на этот вопрос ответить? Есть ли какие-нибудь у вас слова в запасе, в словарном запасе? Путём диффузии, отлично, мне понравилось. А ещё какие синонимы? Можно, да, а потому что в ягоде это встречается. У нас уже столько... Что? Растворение. В виде растворов? Всасывание. Вот, мне понравилось. Питание путём всасывания. Потому что, знаете что? Вот гриб, да, вот его, он как бы вещества затягивает вместе с водой. Поэтому так называют питание путём всасывания. То есть сахара, там, которые от растения получают, например, под осиной, которые от осины всё получают, он именно всасывает вместе с водой через свою клеточную стенку. Вот клетка его, да. Он не может заглатывать каждую мелкую частичку. Почему? Клеточная стенка мешает, да, исхитина. Поэтому он просто ждёт, пока с водой зайдут сами в него вещества. Вот так можно сказать, да. Это называется диффузия, ну, проникновение веществ называется диффузия. А движение воды — это осмос. Поэтому, кстати, обратите внимание, диффузное питание назвали из-за диффузии. И всасывание, потому что с водой всё затекает. И третье вот как раз вот из-за того, что всё-таки вода, ещё применяют ещё один синоним, и это уже было в тестах. И никто не говорит, что имеется в виду. Осмотрофное, осмотрофное питание — это то же самое, что питание путём всасывания в диффузии. И ещё, его ещё называют голофитное. Это то же самое. Опять четыре синонима, представляете? А вот голозойная — это у животных. Голозойная — это когда фагоцитоз, пеницитоз. У животных же мягкая клетка, да, бесклеточные стенки. Поэтому не голозойная считается. Какой рост у грибов? Неграничный, конечно. В этом они похожи на растения. А чем они похожи на животных? Два. Гетеротрофность и гликоген. Всё. А то, что растут, они на растениях. Кстати, гетеротрофы на какие два делятся? На какие две группы? Сапротрофы. Сапротрофы. Ой, это три, точно. Всё, забыл. Я же сейчас, если вы что-нибудь неправильно откроете, говорите, я же себе палочку вот сюда беру из этой кучи. Паразиты, правильно. Вторые. Симбионты. И третьи. И кто? Сапрофиты. Сапрофиты или сапротрофы. Ну, которые питаются гниющими. Да, в общем-то. Кстати, так же и бактерии делятся. Ну, кстати, знаете, что можно ещё хищников добавить? Можно, конечно, в принципе, хищников добавить, но не обязательно. Есть ли почкование у грибов? Да. Конечно. Дрожжей, конечно. Хотя у животных тоже есть. Гидра, например. Сорные растения имеют присоски? Сорные. Ну, вот, знаете, сорные там какие-нибудь. Кырей ползучий считается сорным растением. Потому что он прям нападает на поля, на огороды. Да, они живут. Имеют присоски, да? Согласна? Настя? Конечно, нет. Какие присоски? Зачем им присоски? Они просто сами растут. Да, они, конечно, конкурируют. Присоски имеют паразитические растения. А, это потому что это? Что? Нет, сорные — это не паразиты. Сорные, вот это было в тексте ЕГЭ. Это обычные растения. Только они очень сильно конкурируют с нашими, которые мы высаживаем. Обычные гетеротрофы, собственно говоря. А вот паразиты какие-нибудь там, Павелика, Петров Крест, Заразиха, они являются сорными, не сорными, а паразитическими. Какие три структуры имеются внутри жилки? Листа. Отлично. На хорошее начало. В виде чего? Сразу вот конкретизируй. Механическая ткань. В виде... А у нас есть виды механической ткани. Ну, какие ты знаешь виды механической ткани? Ну, это... Ксилео? Нет, это проводящие. Все, вы ткани не знаете растительных. Все, я себе... Я выигрываю пока что. Значит, смотрите. Это ткани механические. Каленхема есть. И склеренхема. Каленхема — это у молодых каких-то органов. Например, в листьях, за счет которых они гнутся. А склеренхема — это у старых. Причем склеренхема делится на волокна и склериды. Волокна, надо было сказать. Что в жилке листа имеется волокна. Еще. Проводящие? Конечно. Какая? Сосуды. Сосуды и седовидные трубки. Все. Идеально. Потому что это и так и называется сосудисто-волокнистый пучок еще. Иногда. Зачем листу волокна механической ткани? Чтобы поддерживать форму листа. Конечно. Опору и каркас листу придают. По составительным трубкам что идет? Фотосинтезные вещества, которые в процессе фотосинтеза. Конечно. Раствор органических веществ, да, образованный при фотосинтезе. Как вы считаете? Вот у нас, знаете, официально в генетике есть такой закон расщепления. Это какой закон Менделя? Петок. Первый или второй? Патис второй. Второй. Да? Конечно, второй. А как вы считаете, можно ли законом расщепления назвать, когда скрещивают, например, желтые и гладкие друг с другом, и в потомстве появляется кто-нибудь новенький? То есть в дегибридном скрещивании. Можно ли это законом расщепления назвать, когда новое что-то появляется в потомстве, а родители одинаковые? Можно. Оказалось, в ФИПе такое называют. В принципе, можно такое считать тоже законом расщепления. Но вообще официально, конечно, закон расщепления — это второй закон Менделя. Вообще, ФИПе, конечно, иногда в ответах такое писало, что просто кошмар. Если, ну, закон расщепления, вообще-то у нас второй закон Менделя. Они уже посчитали дегибридным скрещиванием можно второй закон. Если что, новое потомство появляется, отличное от родителей. Это тоже расщепление они считают. Ну, поэтому вы такое можете видеть и, в принципе, может такое даже писать в задачах, если спросят, какие законы проявились. К какому классу относятся скорпионы? Паукообразные. Нижняя губа. Никто не против. Значит, сколько у них отдельных ног? Четыре. А почему тогда у них клешни есть впереди? Это нижняя губа. Нижняя губа такая? В виде клешня. Две клешни огромные. На рака похожи. Может, это ракообразные все-таки? Нет. Точно нет, да? Нижняя губа. Нет, это не нижняя губа. Нижняя челюсть. Нижняя челюсть, правильно. То есть, две клешни — это именно нижняя челюсть. Уникально? Ну, вот так вот. Назовите два признака животных в глино-зеленой. И второй? Второй признак? Гетеротрофность, конечно. Потому что она же вообще автотроф, но иногда бывает гетеротроф. Функции самостоятельного организма у инфузории назовите. А наше питание. Ну, давайте так, не питание, а обмен веществ. Дыхание. Хотя, в общем, дыхание — это к обмену веществ относится, собственно говоря. Давайте так, пока обмен веществ, такие более общие. Обмен веществ, деление. Давайте лучше не деление, а размножение назовём. А обмен веществ? Ну, в общем-то, да, рост у них небольшой есть. Согласен. Когда одна делится на две, они же подрастают. Обмен веществ, размножение, рост. Дальше. Адаптация. Она же приспосаблась к каким-то условиям. Например, если её в дистиллированную воду бросить, она будет выводить эту всю воду. Потому что слишком много воды, концентрация. Сократительными эвакуолемсами выводить судорожно, пытаться. Иначе эта вода её наполнит и разорвёт. Вот, это называется адаптация. И что у нас сейчас? Ну, и, конечно, если вы иголкой уколите её, как она будет реагировать? Сожмётся. Сожмётся это что? Раздражимость. Раздражимость или возбудимость. Это у всех клеток есть. Зачем инфузории большое ядро? Вегетативное. А что это означает? Там же содержатся питательные вещества, и в пределении они распределяются между двумя. А какие там ядры питательные? Там же хромосомы. Какие там питательные вещества? Там же ядро, это же у него же функция, это хранение наследственной информации. Ваши игрушки много назначены для регулирования процесса жизнедеятельности. Отлично. Находятся гены, которые регулируют процессы жизнедеятельности. Оно вообще является полиплоидным. А малое зачем нужно? Для половой процесса. Для половой процесса, который называется? Конъюгация. Конъюгация. Отлично. Почему малярия распространена в заболоченных районах? Почему где-нибудь там в пустынях нету малярии вообще? Потому что в перемешивании комаров нужна вода. Почему? Потому что они откладываются и яйца в воду. Вот, они откладывают яйца в воду. Во-первых, комары переносят малярийного плазмодия. Да? И так надо иметь в виду. Ну и то, что яйца откладываются в воду, и также в воде развиваются леченьки. Да, то есть гусеницы. У них в воде именно сидят. Поэтому помните, там есть методы борьбы с малярией какие? Как вы думаете? Два. Осушение водоема. Вот так в Сочи, кстати, в Сочи уничтожили малярию. Когда-то она была там. А второй метод? А, рыб, которые питаются в яйцами. Да, это уже биологический метод. Выпускали специальных рыбок, они называются гамбузии, которые съедали личинок комара. Могут ли липиды иногда выполнять каталитическую функцию? Да. Пример. А иногда тоже всё равно. Пример. Хоть один тогда, чтобы запомнилось хотя бы. Я специально думаю, ну, надо вставить слово «иногда». Потом подумал, а то сейчас эти слова иногда не вставлю, то, наверное, очки сразу скажут «не могут». Я иногда вставил, всё. А Карен сразу попался на это. Подумал, наверное, ну, наверное, иногда, наверное, ж могут. Нет. Никогда. Что? Да. Каталитическая функция, значит, это только у белков, потому что только белки могут быть катализаторами. Потому что мы знаем, что катализаторы — это ферменты, да? Биологические катализаторы кто у нас? Ферменты. А все ферменты — это всегда белки. А липиды? А липиды никогда не бывают ферментами. Что? Что такое помню, что вы говорили, что липиды не бывают? Нет, я ещё… Здравствуйте. Карен, я ещё в здравом уме. Может, я когда на пенсию выйду, тогда буду что-нибудь не то говорить. Как этот есть, знаете, как-то забыл, как его фамилия, Чебышев. Принимает экзамены, там книжка есть у него Чебышева в двух томах. В некоторых классах углублённых ему уже 90 лет, он всё ещё экзамены ходит, принимает. Вот, и книжка его очень известная такая. Как по ним уже учиться, вообще не представляю. Вот. И он спрашивает, на экзамене спросил, по биологии экзамене, сколько… Спрашивает ученицы, сколько раз солдаты ходят в баню в армии? Вопрос по биологии был. Он уже вообще, крыша поехала. Так, за счёт чего нуклеотиды ДНК последовательно соединяются в цепь? Фосфодиэфирные связи. Отлично. В фосфодиэфирной связи только скажи, к какому они типу относятся. Нуклеотиды ДНК, они действительно за счёт фосфодиэфирных, только они… Вообще, ФИПИ не написала слово «фосфодиэфирный», на самом деле, Настя, поэтому надо заменить его другим, но это тоже правильно. Вообще, лучше два слова «фосфодиэфирный» оставить и ещё дописать. Это ковалентные связи, то есть они прочные довольно-таки. Между чем и чем они находятся, сейчас скажет Карен. Ковалентные связи? Да, вот эти вот фосфодиэфирные, которые как раз последовательно соединяют цепь ДНК. Если что, соединяем цепь ДНК? Вот не знаю, ты всё уже должен знать. Но фосфодиэфирные, нет, ковалентные связи между азотчистыми основаниями. Ковалентные между азотчистыми основаниями. А где это там? На периферии ДНК или внутри? В середине, да? Неправильно. Всё это неправильно. Ещё попытка. Между дезоксирибозом одного нуклеотида и фосфорной кислоты нуклеотида. Молодец. А вот это прям стопроцентное попадание. Это именно там, на периферии, кстати, не в центре. На периферии дезоксирибоза одного нуклеотида соединяется с остатком фосфорной кислоты другого. Это довольно прочный. Кстати, вот эти вот как раз периферию спирали создают двух, вот эти связи. Их ещё называют сахаро-фосфатный остов. Вот сахар, дезоксирибоза, с остатком фосфорной кислоты соединяется. Это сахаро-фосфатный остов. Очень прочные они, их не разорвёшь так просто. А то, что Карен сказал, это называется водородные связи. Они внутри, и между чем и чем? Между, с остатком фосфорной. Довольно слабо и легко рвутся. Между аденином и тимином сколько водородных связей? Это тоже надо знать. Две. Две, а между гуанином и цитозином три. Там, в общем-то, побольше.